Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пимненко. И сегодня говорим о прекрасном и о том, как можно прикоснуться к этому самому прекрасному с самого раннего возраста. Потому что в гостях у нас директор детской школы искусств номер 3 городского округа Люберцы Инна Николаевна Соколова и две ученицы. В первой части у нас будет баянистка Дарья Пасларь. Здравствуйте, Инна Николаевна. Здравствуйте, Дарья. Здравствуйте. Добрый день. Давайте начнем сразу с самого простого вопроса. Детская школа искусств. Собственно говоря, так или иначе, этот жанр творчества детского существовал всегда в тех или иных интерпретациях. Что же сегодня такое детская школа искусств? Что у вас там происходит? Детская школа искусств в данный момент в нашей школе мы работаем по нескольким направлениям. У нас четыре отделения. Это музыкальное отделение, хореографическое отделение, художественное отделение и театральное. Также у нас существует и подготовительное отделение, то есть для малышей, которые собираются поступать к нам в школу. Потом уже будут распределяться. На том этапе, на подготовительном, я так понимаю, можно прикинуть, куда ребенок больше музыкальный. Да, куда ребенок больше тяготит. А, кстати, а бывает такая версия, что он и поет, я не знаю, хорошо, и пишет хорошо? То есть он будет одновременно, в двух учиться или все равно надо выбирать что-то? Ну, вы знаете, сейчас, в принципе, у нас можно и дополнительные уроки брать какие-то. Например, если он учится на фортепиано, а хочет учиться еще плюс на гитаре, можно брать дополнительный платный урок, допустим, на гитаре. Потому что музыкальные предметы, как, допустим, хор, сальфеджи, они идут у всех инструментов одинаково. Давайте мы подключим к разговору, мы еще вернемся, конечно же, к училищу, о том, как это все происходит, как к вам попасть, кто к вам приходит. Но я прямо сижу в таком восторге и прямо переживаю, что Дарья пришла без инструмента. Увидев такого замечательного ребенка, хрупкую такую девчонку, трудно себе представить, что должен откуда-то из-за угла появиться огромный баян, потому что Дарья выбрала себе этот инструмент. Вы сами выбрали или вас кто-то заставил? Нет, меня не заставляли, но так получилось, что в нашу общеобразовательную школу мой будущий педагог пришел вместе со своими ученицами. И не знаю, больше кого это заинтересовало, меня или маму, но позже у нас так получилось, что мама связалась с учительницей, и я пошла просто попробовать. Мне понравилось, и мы продолжили. Мне кажется, что сегодня вы же, наверное, наблюдаете даже на самых популярных, эстрадных даже телевизионных каналах, баян, аккордеон, гармонь. Очень часто, если хорошо представить, это прямо вот такое музыкальное шоу, можно сотворить с этой историей. Но вы сейчас работаете по классике уже, да? Классическое обучение. Классическое обучение. Ну и еще такой один вопрос. Вы же как-то должны были с ним подружиться, когда вы поняли, что вот я буду с баяном? Мне кажется, что даже сейчас я это не очень осознанно воспринимаю, потому что до сих пор сложно заставить себя дома заниматься. Иногда я понимаю, что мне очень нравится играть разные мелодии, но очень тяжело заставить себя сесть за инструмент. Да, а он стоит там, я уже не знаю, как сказать, стоит в углу, ему грустно. А когда вы на нем играете, ему весело. Может быть, так подходить с этой точки зрения? Ну, можно из такой, конечно, попробовать. Но он звучит хорошо? Вы уже? А как вам хватает? Это же надо же движение, какие-то руки делать, я не знаю. А баян не больше вас весит, нет? Нет. Нет, так. Ну, раньше тяжело было, конечно. А сейчас, чем больше произведения, тем больше уже я работаю не только над звуком, но и над силой, насколько надо мех потянуть, насколько сильно нажать клавиши. Ну, целое искусство. И вот тут мы возвращаемся к Инне Николаевне, потому что, как вы понимаете, я не мог про баян. Да, 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 конечно. Нет, я хочу добавить, что Дарья у нас одна из лучших вообще учениц и победитель, лауреат первой степени, второй, третий, то есть областных, международных и международных конкурсов. То есть она скромничает, говорит, что она не хочет заниматься. Там она занимается каждый день. И я даже боюсь представить, поскольку по полдня, наверное. Я должен сказать вам, Дарья, что знаком со многими банистами, кардионистами, но людьми, которые работают в этом жанре. И это люди совершенно такого иного как бы склада. Они всё время где-то летают, какой-то полёт. И мне кажется, что если вы всё-таки попытаетесь уже во взрослой жизни всё-таки сохранить эту историю, то шоу «Девушка» с баяном, мне кажется, это было бы круто. Инна Николаевна, скажите, пожалуйста, баян баяном, а всё-таки у нас есть главное – это музыкальная подготовка. Вот как вы поняли, что Дарья и другие ребята, которые к вам приходят, там же надо, чтобы слух был, чтобы какое-то понимание? Да, конечно. Творческие испытания проводятся. Ребёнок к нам заходит, у нас комиссия сидит. Комиссия. Мы, в принципе, всегда доброжелательны. К каждому ребёнку у нас индивидуальный подход. Потому что дети, конечно, видят, когда незнакомых людей, они, конечно, кто-то зажимается, кто-то стесняется. Мы как-то в процессе разговора с ними раскрепощаем детей и, собственно говоря, уже получаем от них, что мы хотим видеть. То есть это простучать ритм нужно какой-то. Например, педагог садится за фортепиано, играет, допустим, какую-то несложную мелодию, ребёнок должен повторить. Ну, такие бывают. Там разные абсолютно задания. Например, играет одну ноту или две ноты. То есть услышать, сколько нот звучит. Я где-то слышал, что, в принципе, любого человека можно как-то к музыке всё-таки привлечь. Даже у которого, как говорится, сухом что-то случилось. Можно. Дело в том, что есть дети, приходят, у которых, например, музыкальные данные не сильно, так скажем. Не сразу. Ну, их можно разлить. Не сразу, да, приходит и звёздочка. Но такой ребёнок, который занимается регулярно, занимается, трудится и старается, они добиваются больших результатов. Кто приходит с супер какими-то способностями, ленится. От Бога, что называется. От Бога, но ленятся или просто считают, что это им не надо. То есть абсолютно разные истории. Ну, так мы люди устроены. Дарь, скажите, пожалуйста, вот если отложить в сторону все сложности, да, репетиции, там, мы понимаем, что это целая работа. Вот что для вас школа искусств? Что она вам дала и что она вам даёт? До сих пор школа для меня, ну, так же и остаётся школой, но всё равно она мне стала гораздо ближе. Почему? Я понимаю, что мой педагог, он даже теперь, он мне ближе, ближе любого родственника. Он мне стал как мама. Он просто очень шикарный педагог, Татьяна Павловна, которая действительно душой болеет за детей. Вот особенно, когда была пандемия, и приходилось онлайн заниматься. То есть это вот на телефоне, это было очень полкополучительно. Это зависит, конечно. То есть это вот любовь, которая передаётся к инструменту вместе с мастером. Вместе с мастером. Это вот как раз вот этот вариант. Ну и, Дарья, скажите, пожалуйста, он всё-таки вас слушается-то? Баян? Да. Кто главнее, баян или вы? Наверное, я всё-таки. Ух ты! А как вам это удаёт? Как вы с ним договариваетесь? Но ведь я так себе представляю. Я, к сожалению... У меня отец играл на баяне. Я выяснил это, к сожалению, уже гораздо позже. Даже где-то баян этот стоял, как я потом выяснил. Но история уже не сохранила ничего. Но я так понимаю, что когда человек играет, это же там фальшивые нотки, они же проскакивают, когда мы учимся. Вот. Это он, наверное, как-то брыкается, не даётся вам, да? Нет. Скорее всего, всё-таки в этом случае он становится главнее меня, когда я уже начинаю ошибаться. Ну, вы стараетесь не ошибаться, да? Да. А вот вы выступали в конкурсах, да? Я так понимаю, во многих, да? Да, во многих. Какой самый вам запомнился? Такой, где очень сложно было. И вот тут он вам помог. Вы почувствовали, что это мой баян. Ну, вот когда они онлайн, значит, дело в том, что онлайн-конкурсы сейчас перевели из-за карантина. Вот когда ты выступала не на онлайн, да? Когда именно ты видела... Живьём. Живьём, да, и публику. Какой, какой тебе конкурс? Ну, конечно же, когда я играю вживую, мне гораздо приятнее играть, потому что я понимаю, что когда на записи, там, во-первых, лучше слышно, и жюри могут много раз переслушивать каждую ноту. И искать, да. А вот тут она что-то, да. И поэтому больше даже я волнуюсь перед тем, как записывать на видео, потому что это сложно. Если ошиблась, это, конечно, и плюс, что я могу перезаписать, играть лучше. Но наоборот, когда я записываю много-много раз, это уже сложнее играть становится. Уходит какая-то, да, такая страсть. А скажите, живьём, какую вы чувствуете реакцию? Ну, сначала я, конечно же, волнуюсь. Так. Я понимаю, что я не могу совладать с собой. Но когда я прихожу на сцену уже, я пытаюсь осредоточиться только на своём инструменте. Там деваться-то уже некуда. Да, да. Я вливаюсь только в музыку и стараюсь не обращать внимания на зал. Илья Николаевна, как вам удаётся воспитывать таких замечательных детей? Ну, я уже понял, что за Дарья стоит мастер, но тем не менее. Ведь сегодня столько много на них трудов всяких, учёба, потом разные кружки, проблемы, родители работают и так далее. Как можно? Мне кажется, когда дети, которые действительно хотят заниматься, и хотят любовь какую-то чувствовать к своему инструменту, тепло к своему преподавателю, мне кажется, когда они из общей образовательной школы к нам приходят, они, мне кажется, даже как-то расслабляются. То есть переключается ребёнок. То есть не в телефоне, да, сидит, где опять напрягается, да, зрение, то есть, ноты, конечно, смотреть, тоже зрение играет роль, да. Вот. Но, мне кажется, дети, которые занимаются музыкой и вообще творчеством, они сами по себе вообще вот другие дети. Мне кажется, в них больше всего какой-то человечности, больше откликаются они больше, да, вот на какие-то события. То есть они вот, ну, люди искусства. Люди искусства, да. Люди искусства. Даша, у меня сейчас серьёзный вопрос к вам будет. Только вы не переживайте, он лёгкий, но серьёзный. Ну, когда девочка играет на скрипке, красиво, там, на балконе тренируется, даже если как-то пилит немножко, да, всем соседям, ладно. Да, девочка даже на гитаре играет. Сейчас это тоже как бы модно, а вот в этом ничего нет. Ну, не знаю, там, на архе, да, тоже женская работа, там, ещё на других инструментах их очень много. Но девочка на баяне для своих одноклассников, вот они как это восприняли, ваши друзья, это круто или это вот как-то необычно было для них? Ты играешь на баяне? Ну, такого именно не было, потому что в начальной школе мало интересовались этим. Если я пару раз выступала на каких-то концертах в школе, то всё равно не было такого, ну, внимания или же удивления. Не было. Но сейчас-то, когда вы уже маститая такая, да, баянистка, уже можно концерт какой-нибудь записать и показать, кто с вами тут учится рядом, правильно? Ну, наверное, можно. У вас бывают сольные какие-то программы? Работаете над этим? Или это пока сборные концерты? Ну, у нас в основном, допустим, есть концерты по классам, там, концерт класса баяна, концерт класса гитары. Ну, по очереди все выходят, да. Да, все выходят, кто два произведения, кто три произведения играют. Вот видите, я так привязался, поэтому в следующий раз мы приходим с баяном, обязательно придём с баяном, и я буду петь. Даша, если там вы разыграете, вы, наверное, что там играете какие-то классические, да, произведения, но если песню какую-то сыграете, я обязуюсь спеть, выучу текст. Договорились? Вот, сейчас мы сделаем небольшую паузу. Напомню, что у нас директор детской школы искусств номер 3 городского округа люберцы Инна Николаевна Соколова. И вот в первой части была баянистка Дарья Послаль, а во второй части у нас тоже будет Дарья, редкое имя, да, сегодня, Дарья Капрал, которая занимается у нас хоровым пением, и не только хоровым пением, но об этом чуть позже. Напомню, что это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и сегодня у нас в гостях детская школа искусств номер 3. Опять же, представляю вам Инну Николаевну Соколову, директора детской школы искусств номер 3 городского округа люберцы, и поменялась у нас участница, ученица, это Дарья Капрал, которая занимается, я так понимаю, хоровым пением. Но сейчас нам Инна Николаевна все расскажет, потому что у Дарьи много всяких, да, качеств, рассказывайте. Да, Даша у нас, во-первых, выпускница в этом году выпустилась, отличница с отличием. Вот, она хоровом пении, плюс у нее фортепиано, и хоровое пение у нас предусматривает такой предмет, как дирижирование, и вот Дарья собирается как раз поступать на хоровое дирижирование. У нас сильное хоровое отделение, очень хороший преподаватель, строгий, но... То есть вы будете дирижировать хором? Результат лицом. О, это интересно. Да, у нас был выпускной, вот недавно совсем, и, кстати, вот Дарья тоже дирижировала нашим школьным, пока школьным хором, но уже показала свои навыки, так сказать, на сто процентов. То есть, правильно, Дарья, понимаю, что это же одно дело, когда человек сам поет, другое дело, когда он поет в коллективе, и третье, это когда еще кто-то руководит этими всеми людьми. Надо всех слышать. Кто фальшивид, кто сегодня, я не знаю, где-то витает в облаках, кто плохо выспался, у кого что-то с горлом и так далее. Это же вы должны все слышать. Да. У вас, наверное, 200-процентный слух, да? Ну, нет. Нет? Но все равно все слышится очень хорошо. А с чего начинали? Как попали в школу? Кто привел? Родители. Да? Они подтянули вас. То есть вы же не говорили, если хочу идти в школу, или как? Нет. Сначала просто купили инструмент, и я как-то начала на нем играть. Какой инструмент? Фортепиано. Фортепиано. Да. И я начала какие-то ноты там нажимать, и родители решили, что нужно в музыкальную школу. Чтобы правильно нажимать ноты. Да, те ноты. Так. И какие были ощущения? Когда вы поняли, что вот вам нравится, и вот вы втянулись в этот процесс? Ну, наверное, вот года два назад. Прям вот очень понравилось. То есть поняли, что место было выбрано правильно. И уже родителям не нужно говорить, иди, занимайся. Да. Инна Николаевна, ну, это такой важный момент прихода в школу. И я так понимаю, что на борт у вас, несмотря даже на пандемийный год, да, он постоянно существует. Да, конечно. И сейчас многие нас смотрят, видят и одну Дарью, и вторую Дарью, и понимают, что невероятные какие-то вещи могут происходить, и можно выбирать даже по ходу уже своего обучения, к чему стремится ребенку. Вот как им быть? Они что-то написать должны, где-то зарегистрироваться, если они хотят, ну, по крайней мере, узнать что-то о вашей школе. Сейчас время-то летнее. Да, у нас прием детей до 15 июня осуществляется. С 20 августа по 30 сентября. 30 сентября. Июня? Нет, нет, нет. Июня. Да, вот уже скоро закончится, поэтому родители, которые хотят записать детей к нам в школу, пожалуйста, поторопитесь. Дополнительный набор уже на оставшиеся места бюджетные, потому что бюджетные места ограничены, будет уже после 20 августа. Ну, желательно вот прям вот в эту неделю как-то себя вот... Проявить. Проявить, да, активно. Давайте еще раз напомним. Через портал Госуслуг. Через портал Госуслуг. На какие, куда, какие есть варианты, чтобы понимали, напомним нашим телезрителям. Да, у нас сейчас прием открыт на художественное отделение дети 10+, то есть от 10 лет. У нас очень замечательный преподаватель. Картины, скульптуры. Да, картины, скульптуры ДПИ. Ну, в основном живопись. Поэтому сейчас, на данный момент, у нас еще несколько осталось бюджетных мест, поэтому родители, которые хотят, и дети, да, которые как-то тяготеют к художественному мастерству, пожалуйста, звоните, можете прийти к нам сначала. Мы просматриваем работу уже художественную, которую дети рисовали ранее, ну, хотя бы понять, да, вот что ребенок умеет. Можем посадить ребенка за мольберт. Преподаватель даст какое-то совсем легкое там задание, чтобы хотя бы посмотреть уровень подготовки, если она есть. Вот. А так вообще с 10 лет мы ждем. Обучение 5 лет. Предпрофессиональное обучение. Хочу сказать, что у нас достаточно высокий вообще процент поступления детей дальше в СУЗы именно по художественному мастерству. И в Строгановку у нас поступали дети. То есть у нас сильный педагог. Требует, конечно, ну, все как нужно, но у нас результат очень хороший. Также на музыкальное отделение сейчас мы делаем акцент на народные музыкальные инструменты, потому что даже, как вы сказали ранее, это часто популяризируется, даже вот и ансамбль балалаишников, и баянистов, потому что надо, конечно, это все возрождать. Когда вот появилась современная музыка, да, синтезатор, когда можно нажать кнопку, и все, весь оркестр сыграет. И хорс поет, если надо. Хорс поет, если надо. И сейчас, конечно, вот делается акцент вот именно на живое исполнение и именно вот такие народные музыкальные. Это по музыкальному, да. Народные инструменты, духовые инструменты у нас на саксофон. У нас пока еще есть места бюджетные, поэтому саксофон, труба, флейта. Поэтому будем ждать. Тоже дети от 7 лет. Но 10 обучения, дело в том, что по предпрофессиональным программам либо по 5-летней программе есть, либо по 8-летней. Если ребенку 10 лет, то, естественно, он учится 5 лет. Да, это уже детали, родители уже разберутся. Что еще? Хореография. Хореография, танцы. Ну, на хореографии у нас уже набраны дети, потому что в основном мы берем тех, кто у нас занимался ранее на подготовке. Понятно. Потому что хореография такое дело, что... Возьмете, если только суперзвезда придет, да? Есть дети, которые, допустим, занимались гимнастикой раньше, либо просто в каких-то танцевальных кружках, и они уже физически, да, уже подготовлен для предпрофпрограммы. Понятно. Так, и четвертое направление? Театральное. Театральное. Театральное отделение, оно очень такое небольшое, оно только... Камерное. Да, начинает набирать свои обороты, там буквально несколько человек детей, но хочу сказать, что театры вроде как бы... Ну, театры, да? А на самом деле на каждом мероприятии театральное отделение нас очень сильно выручает. Это и стихи, да, и постановка каких-то интересных... Связующее звено. Связующее звено. Поэтому без театра никуда. Хорошо. Вернемся к Даре Капрал. Даш, вот мы сейчас рассказали, да, для телезрителей, когда они придут, а вы там уже фактически, да, завершили свое выступление. Вот у вас есть какое-то ощущение грусти, что вот этот элемент вашей жизни, он все равно с вами остается, но уже на новом этапе. Вот... Они плакали, плакали все. Расставаться не хочется. Очень не хотелось вот никак. Там такая атмосфера хорошая. Нам же важно понять, что там... Потому что, знаете, как человек, который не учился никогда в музыкальной школе, у многих возникает, что вот вы сидите там и только что-то штудируете, вот это вот дуду-дуду одно и то же эту... Вот. А оказывается, там, что своя целая жизнь... Я просто театральных всегда занимался. У нас там действительно целая жизнь. Поэтому приглашаем вас к себе. О чем грустите? Что больше всего запомнилось? Что больше всего понравилось? Может быть, какие-то воспоминания о каком-то конкурсе сложном? Рассказывайте. Ну, конкурсов много, поэтому как-то все помнятся. Концертов тоже очень много. Их будет как-то не хватать. Там такая атмосфера очень теплая, как дома. Но выпускников-то вы же иногда приглашаете поиграем вместе. Да, у нас регулярно выпускники, кто обучается, у нас есть и в Гнесинке, то есть они регулярно приезжают к нам уже с сольными концертами. То есть мы приглашаем их, они с удовольствием, им тоже нужна и практика, и обыгрывать свои произведения перед экзаменами, перед какими-то мероприятиями. Они к нам с удовольствием приезжают, и мы с удовольствием их принимаем. Даша, скажите, а вот чем отличаетесь вы от девочки вашего же возраста, которая никогда не училась в музыкальной школе? Что дает вот это музыкальное образование? Оно же как бы не прописано основным, да? Не каждый... Дополнительно. Да, как дополнительно. Вот вам что это дает? Вы как-то по-другому смотрите на мир теперь? Да, очень много слышится звуков по-другому, как у обычного человека. Какие-то способности не бояться сцены, допустим. Эмоции какие-то дополнительные появляются. А вы, я так понимаю, теперь, когда кто-то поет или играет, или, я уж не знаю, там, напевает, вы 100% уже, да, как профессионал слышите, что это хорошо или плохо? Ну, не как профессионал, но можно... У вас не проведешь уже. Ну, не раздумывается. Ну, фальш, конечно, слышится. Сейчас же музыки много, вот мы правильно говорим, да? Это вся электронная музыка и поющих людей, вот все эти проекты телевизионные, где такое огромное количество людей. Вот даже я иногда вот прям слышу, что даже через телевидение, которое, как вы понимаете, делает творить чудеса, я слышу, что вот фальш идет, или там конкурсы, да, один знаменитый недавно прошел. Вот я к чему веду? Раз вы хоровое пение, я вам уже взрослый вопрос задаю. Человек по-прежнему хорошо поет, или мы тихонечко теряем это качество свое человеческое, благодаря вот этим всем электронным возможностям? Нет, очень много людей, которые очень хорошо поют, просто их очень редко показывают. Почему? Потому что их хорошо поют? Молодежь ценит больше вот электронную музыку. Кто там? Моргенштерн, Элджей, вот это все. Ну, вы что же иногда слушаете, это как бы в контексте? Ну, я такое редко слушаю. Ну, так приходится, там, может, по телевизору будет идти, и так краем уха услышишь. Ну, то есть человеческий голос остается. Возможности человеческого голоса великолепны. То есть электронная, скажем так, атмосфера пытается этот голос куда-то задвинуть. Дошло до того, что уже нас, телевизионных ведущих, хотят сделать тоже роботами. Такие тоже варианты существуют. В чем сила человеческого голоса? И насколько мы знаем его возможности в хоровом, например, пении? Ведь масса людей, Даша, я к чему веду? Я так видите, взрослый вопрос вам задаю. Что масса людей даже не в курсе, что у них голос есть. Что они могут просто петь, а фантастически могут петь. Почему мы так плохо относимся, простые люди, которые не ходят в детскую школу искусств номер 3, так плохо люди относятся к своему собственному голосу? Не знаю, может быть, как-то боятся. То есть не верят в себя. А вы когда в себя поверили? Был такой момент, когда вы почувствовали, все, я могу, я уже это знаю. Не было еще. Не было еще. Мне кажется, последние два года Даша прямо вот расцвела. Даша стесняется просто. Она всегда говорит, все лучшее еще впереди. Правильно? Конечно, да. Инна Николаевна, у меня такой вопрос еще очень важный, на мой взгляд. Это родители. Одно дело, когда родители приводят, ну, просто, знаете, чтобы ребенок чем-то занимался. Даже не понимая. Есть талант, нет таланта. Это и спорта касается, и каких-то других. Да, это любого вида касается. Да. Крышку. Вот. А бывает, когда ребенок действительно начинает показывать результаты, а родители как-то не очень это понимают, вам приходится иногда убеждать родителей, что вот надо там доучиться, что надо вот помогать и так далее. Бывали такие? Иногда приходится убеждать ребенка, что нужно доучиться. Ну, это понятно. Да. Вот. Родителям мы вот на каждом мероприятии мы говорим огромное спасибо, потому что действительно поддержать талантливого ребенка, это очень тяжело. Надо, чтобы ребенок, ребенку не мешать заниматься, да, а в некоторых условиях это, ну, вот тяжело, да, сделать, чтобы у ребенка была, допустим, своя какая-то комната, да, где его никто не будет дергать, где он сможет спокойно сесть, разучить. Потом плюс постоянные концерты, это разъезды тоже, осуществляются силами родителей, конкурсы, а конкурсы сейчас платные, практически все платные конкурсы, это, соответственно, тоже финансовый вопрос. Вот, поэтому поддержка родителей идет колоссально. Колоссально. Особенно, когда ребенок талантлив, и мы вот родителям огромное спасибо, потому что вот действительно это труд. Хорошо. Даша, последний вопрос вам, и вами, как будущим поколениям, мы завершаем сегодняшнюю программу. Что бы вы пожелали всем тем ребятам, которые в первый раз, как говорится, придут в первый класс школы искусств, что бы вы им пожелали, как уже выпускница? Наверное, верить в свои силы, больше участвовать в каких-то концертах, конкурсах, заниматься, конечно, слушать педагога. И верить в мечту, да? Что когда-нибудь что-нибудь произойдет. Но мне остается пожелать вам, Дарья, идти дальше, я так понимаю, вы планируете немножко в этом направлении двигаться. Кто знает, может, перед нами сейчас сидит будущая мировая знаменитость. Вот. Инна Николаевна, вам сказать спасибо за то, что вы работаете, вкладываете, и тот замечательный коллектив, который вы сформировали, все вместе вы над ребятами работаете. Нам всегда приятно об этом говорить, и когда ты это видишь, слышишь и понимаешь. Это в глазах у человека написано. Это была программа «Открытый диалог», в которой мы говорили о детской школе искусств номер 3 городского округа Люберцы. Если вас это заинтересовало, то до 15 июня вы можете на сайте госуслуг записаться и попробовать. Вдруг ваш ребенок станет немножко иным. Потому что все то, что связано с искусством, на мой взгляд, я так понимаю, на взгляд Инны Николаевны и Дарьи, и первой Дарьи, и второй, которая была в первой части программы, оно не просто облагораживает человека, оно, мне кажется, делает человека стопроцентным человеком. Вот такое финальное мое мнение. Вам огромное спасибо, успеха школе, успеха всем, кто в ней занимается. Программа «Открытый диалог». С вами был Николай Пименко. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова